Добрый вечер, уважаемые коллеги. Приветствую вас на втором дне открытого урока. Пишите, пожалуйста, в чатик, видно ли меня хорошо, слышно ли меня сейчас. Так, добрый вечер, да, вижу, что трансляция пошла уже, хорошо. Я сразу сделаю ссылочку в чатик, я сейчас, чуть попозже объясню, что это такое, да, и зачем это требуется. Вот, пока что подожду какие-то плюсики, да, если все хорошо. Так, все, супер, вижу, что видно, слышно, это здорово. Да, приступим. Да, еще раз коллеги, добро пожаловать на третий урок по курсу сетевого инженера. Если вы не смотрели первую часть, не были во вторник на нашем занятии, то также можно найти ссылочку на прошлое занятие на сайте нашего курса. Это конженер, да, первая часть была расписана там. Сегодня мы продолжим изучать тему построения, даже не построения, наверное, назвать это можно, как вывод в интернет наших пользователей, либо каких-то очень важных сервисов данного оружия. Рассмотрим через PBR и рассмотрим, как работают НАТ в такой ситуации. Ну, а перед тем, как начнем, коллеги, на нашем вебинаре небольшое правило, да, три небольших правила, да. Во-первых, активно участвуем, стараемся задавать вопросы в чат. Если есть вопросы, комментарии, дополнения, все приветствую, все отвечу, все дополню. В любом случае, все это обязательно пишите. Ну, и, конечно, вопросы в чате я тоже вижу, да, как я сказал, на все отвечу. Вот, перед тем, как начнем, предлагаю вам написать в чат, кем вы работаете, либо учтите сейчас. Вот, если вы работаете, то сколько лет вы находитесь в области, и прямо кратко в словах, чем вас привлек данный курс. Вот, может быть, каким-то темами, может, определенной темой, может быть, в целом, да, хотите подтянуть какие-то навыки, и так далее. Вот, перед началом я также представлюсь, да, на случай, если кто-то не смотрел первую часть. Меня зовут Алексей. В основном я занимаюсь проектированием и внедрением различных технологий и решений в наши сети. Вот, в основном это сети офисов и ЦОД. Тут также, да, помимо основной работы, подготавливаю чемпионаты по профессиональному мастерству WorldSkills Moscow, и являюсь инструктором сетевой академии ЦИСКО по направлению CCNA. По, если смотреть на старую сертификацию, то это было два направления CCNA Browsing Switching и направление CCNA Security. У нас сейчас осталось одно направление, поэтому здесь никаких сложностей уже нету, даже в каком-то запоминании различных направлений. Вот, предлагаю приступить к самому занятию. На перезанятию, конечно же, я напомню, что есть некоторая задержка на YouTube, она примерно 10-15 секунд, поэтому если вдруг вы пишете мне какие-то вопросы или комментарии, я отвечаю на них не сразу, то, возможно, я уже на них ответил, да, просто из-за задержки немножко вы это услышите позже, чем оно есть. Вот, и коллеги предлагают перейти уже к самой теме занятия. В целом, это, может, наша тема будет муштаться на основе политик, да, но с некоторыми дополнениями, да, к прошлому занятию. В основе своей, все это называется, PBR, и в документациях, и по поиску можете найти это как в поле сервера и строкинг, да, PBR. Ну, в прошлый раз, надо кратко напомнить, что мы делали в прошлый раз. Во-первых, мы рассматривали, что такое roadmap, для чего они нужны, как они работают, вообще зачем там. Кратко, чего, опять же, одним слайдиком, не будем слишком сильно вспоминать прошлое занятие, одним слайдом. Мы разобрали, что можно выбрать каких-то клиентов, либо даже не просто клиентов, да, а адреса, куда они хотят обратиться, то есть destination адрес плюс source адрес. Например, возьмем пример, есть этот клиент первый, он хочет обратиться к какому-то сервису сети интернет. У нас есть два интернет-провайдера, как мы видим, оставлено здесь. То есть, этого клиента мы хотим отправить только через верхнюю провайдера, да, то есть по верхней зеленой стрелочке. Вот, через обычную таблицу муштирации это сделать довольно проблематично. Мы либо отправим всех клиентов через этот провайдер, либо отправим всех клиентов через вот этого провайдера, нижний. Вот, это не всегда удобно, не всегда хорошо и не выполняет все, да, бизнес-задачи, которые у нас могут возникнуть. Вот, поэтому у нас появляется roadmap, в котором мы можем описать адрес источника, адрес назначения, и можем даже указать некие порты, по которым данный клиент будет работать именно через этого провайдера, да, не через нижний. Вот, все это можно указать через roadmap. Внутри roadmap нам необходимо привязать некий access list, в котором мы укажем адрес источника, адрес назначения, укажем порты и так далее. Даже протокол может быть. Вот, и мы можем указать через префикс-лист. Вот, ну, однако, здесь есть такое, сделаю небольшое уточнение, что для PBR все-таки чаще всего используются именно access list. В данном случае они просто проще, им проще, да, писать некий трафик, чем префикс-лист. Опять же, возьмем, например, как нить порты, через префикс-лист уже не получится писать, да, там только префиксы. В access list-листе же можно спокойно указать порты, протокол и так далее. Это что касалось roadmap. А второе, что мы разобрали, что же такое в целом PBR, да, то есть roadmap это все-таки некий инструмент, да, который помогал как-то описать трафик, как-то его, может быть, переделать, перенаправить куда-то еще туда и так далее. Однако PBR на самом деле это, напомню, сейчас это совокупность всего, это совокупность самой настройки roadmap, да, причем с разрешающими правилами, запрещающими правилами и так далее. Плюс это определение неких критерий отбора трафика, да, опять же, через access list-листы, через префикс-листы и так далее. Все это делалось через опцию match внутри roadmap. Далее нам необходимо было определить некое действие для трафика, которое мы отделили через match, да, в первом, во втором шаге, прошу прощения. Написать, необходимо было через set IP-ных сход и указать адрес следующего прихода для определенного типа трафика. Далее все это привязывалось к входящему интерфейсу. Входящий интерфейс имеется в виду тот интерфейс, который смотрит на клиента. Секунду, вернусь на слайдик выше. Вешается все в интерфейс, сюда вот и сюда. То есть на этих интерфейсах мы уже начинаем принимать какое-то решение по поводу трафика, пришедшего от данных клиентов. Четыре шага, да, основных, которые требуются для того, чтобы настроить некий policy waste rollout. Вот пятый шаг у меня вызван под звездочкой. На самом деле это не канал четвертого шага, потому что данный шаг позволяет нам применить некую политику муштизации для трафика, который генерирует сам муштизатор. То есть это должна быть некая локальная политика для каждого муштизатора. Создается она через команду IP-local-policy и название roadmap, которое мы описали в первом шаге. Создается она в режиме глобальной конфигурации. Четвертый шаг здесь описан в режиме конфигурации интерфейса. Так, надеюсь, вспомнили. Если есть какие-то вопросы, то, конечно же, давайте обсудим. Нам нужно минутку-две вернуться к прошлому занятию, посмотреть, какие-то моменты еще раз напомнить. Если вопросов нету, то поставьте, пожалуйста, единичку в чат и пойдем дальше тогда уже к следующей теме на сегодняшнем нашем занятии. Это IP-слей. Я подожду прям минутку, учитывая задержку и так далее. А так посмотрим. Подождем. Комментарии. Так, вижу одну изничку. Коллеги сейчас. В принципе, предлагаю продолжить занятие. И придем к теме IP-слей. Она на самом деле тоже подходит к теме PBR. Это не совсем еще NAT. До этого мы дойдем уже ближе к концу. Значит, коллеги, напишите, пожалуйста, кратенько в чат, что такое IP-слей. Если знакомы, если не знакомы, то поставьте нолик. Если знакомы, то прям в двух словах, что такое IP-слей и для чего он требуется. Даже если знакомы. Ну, уверен, на самом деле, что многие слышали о данной технологии. Да, и наверняка многие предполагают, для чего она используется. Но если не знаете, то опять же, это не страшно. Мы сейчас кратко опять же рассмотрим основные какие-то моменты по данной технологии. Что он делает, зачем она нужна. И ничего страшного. Ну, конечно же, для того ли все собрались, чтобы рассмотреть этот момент. Так, хорошо. Давайте приступим к IP-слей. IP-слей. По сути, это некий мониторинг на нашем устройстве. В мониторинге у нас бывают разные. Может быть, настроены через SNMP. Да, там какие-то параметры собирать с устройства. На реказах запекса. Многие, опять же, стали запеком работать по SNMP. Там всякие аиды собирать и так далее. Вот. Может быть, настроены через ACMP. То есть, когда мы просто пингуем какой-то узел, мы смотрим, доступен он или нет. Да, плюс, ну, какую-то там грубую задержку можем на нее посмотреть. Хотя, конечно же, ACMP для этого плохо подходит. Но, в любом случае, опять же, мы можем как-то промониторить нашу железку. Так вот, IP-слей – это одна из таких технологий, которые позволяют нам использовать тот же самый ACMP. Мониторинг, да, то есть, посылать какие-то пинги или какие-то другие запросы. Также IP-слей позволяет нам проверять не просто доступность, а также проверять содержки, потеря пакета, время ответа, шейтер, доступность приложения и, на самом деле, много чего еще. Сейчас посмотрим, да, кратко на те параметры, которые мы можем настроить в IP-слей. И, в целом, отсюда, да, уже можно сделать некие выводы, что именно мы можем мониторить. Если есть какие-то вопросы, то обязательно пишите в чат. Я пока продолжу. Рассмотрим, в целом, да, как работает мониторинг на устройстве. Вот, начнем с первого, основного, наверное, мониторинга. Он чаще всех, наверное, встречается. Потому что один из самых простых. Вот это мониторинг через ACMP, Echo Request. По сути, обычный пинг. Там мы посылаем. У нас есть мушлятор R1, на котором настроен как раз в технологии IP-слей. И данный мушлятор раз в какое-то время, раз в секунду, раз в 2 секунды, там 10-20 секунд, там будет посылать какой-то пинг на какой-то сервер. Сервер, либо какое-то устройство, неважно куда-то, главное, что он просто посылает. Вот это обычный пинг. Если мы получаем ответ, то, значит, канал работает, и сюда мы можем найти трафик, да, без каких-либо проблем. Если канал не работает, то через этот канал трафик больше ходить не будет. Вот, опять же, тайм-ауты, сколько пакетов должны потерять, мы все это также можем настроить, да, без каких-либо проблем. Вот, второй способ, опять же, один из самых часто встречающихся, это мониторинг через UDP. Через UDP мы можем как раз отследить нити джетер, джетер, некую затяжку отследить, а плюс мы можем отследить количество потерянных пакетов. Ну, конечно же, через ACMP тоже можно, вот, но тут я сделаю важную ремарку, что ACMP трафик не является каким-либо приоритетным трафиком для устройств, да, для муштизаторов, серверов и так далее. Поэтому потеря ACMP трафика может не быть однозначной, да, проверкой на потерю какого-либо полезного трафика, потому что, например, UDP трафик будет обрабатываться, нормально пролететь, да, и все будет отдаваться, все будет работать, все будет хорошо. А ACMP трафик может в какой-то момент просто дрогнуться, ну, потому что так случилось, да, вот такие настройки бывают, это не значит, что все хорошо, да, но и не значит, что это однозначно все плохо. Вот, поэтому проверка через UDP используется тоже довольно часто. Вот, однако, в UDP есть некая сложность. На нашем муштизаторе R1, как и ранее, да, здесь настроена технология IP SLA, он все мониторит, здесь настроено количество пакетов, раз, какое время не отправляются, вот, какие могут быть задержки, сколько таймалов и так далее. Однако для UDP у нас должен быть второй муштизатор на либо сервер, который также должен поддерживать технологию IP SLA и отвечать нашему R1. Причем ответы, то, что он будет отвечать, мы должны настроить отдельно. То есть это по умолчанию работ не будет, как в ACMP. В ACMP все муштизаторы, все устройства должны, в принципе, отвечать. На UDP не все должны отвечать, поэтому это необходимо будет включить. Как вы понимаете, здесь появляются какие-то сложности, что, например, там, какой-то сервер в интернете мы уже не сможем мониторить, потому что UDP нам не вернет. То есть никакого ответа там с тем, что все хорошо, не будет. Просто UDP отправится, ответа не будет. Мы будем считать, что канал не работает. Вот, опять же, попробуем все настроить, посмотреть, что получится в итоге. Ну, а как раз к настройкам, да, здесь, на самом деле, про IP SLA именно теоретическую часть рассказывать немножко. Да, мы больше посмотрим настройки, что они, значит, что они делают и как все это настроить. Значит, IP SLA включается через команду IP SLA и надо указать номер мониторинга. Номер может быть от 1 до, по-моему, там что-то около 4 миллионов, 4 миллиарда, сейчас, например, я забыл немножко порядок цифр. В общем, довольно много разных мониторингов мы можем настроить на разные сервера, сервисы, разные треса, причем разными методами все это мониторить, все это можно настроить. Далее мы проваливаемся в меню настройки IP SLA, а то здесь будет не просто конфиг написано, а конфиг, а слайд, что-то далее. После этого нам необходимо выбрать будет метод мониторинга. В данном случае придет метод мониторинга через ICMP ECHO, это обычный пинг. Мы указываем, какой адрес мы будем мониторить, в нашем случае это 10.1.100. Указываем, с какого адреса будет отправляться ICMP. Это первая команда. Вторая команда позволяет настроить, как часто мы будем отправлять данное ICMP. В данном случае, опять же, для примера приду на 15 секунд. Это не значит, что это прям идеальное время, но не значит, что это плохое время. Опять же, разные ситуации, разное время надо установить. Вот, настраиваем все это. Далее выходим в режим глобальной конфигурации и вводим команду IP SLA, что, опять же, номер, номер должен совпадать вот здесь вот, вот этот и вот этот. Далее указываем, как долго будет жить данный мониторинг, то есть как долго будем мониторить, потому что мониторить мы можем там несколько минут, а можем мониторить вообще всегда, пока сами не отключим вручную. Вот, указываем время, когда мы начнем мониторить, потому что, опять же, мониторинг можно включить, например, там через полчаса, через час, либо ночью, там, например, какие-то работы и так далее. Вот, значит, только еще раз последняя команда, значит, я здесь, наверное, сделаю небольшое вступление по настройке. Значит, первое, что мы настроили, это эти первые три команды. Это настройка самого мониторинга. Но в данном случае мониторинг еще не работает, то есть он просто заведен, вот, например, как Access List, да, Access List вы можете завести отдельно, но пока вы не примените его куда-то, он работать не будет. Здесь то же самое, IP SLA у вас заведен в конфигурацию, но он еще не работает. Чтобы он заработал, вам необходимо поставить его в расписание устройства. Да, оно как раз делается через последнюю четвертую команду. Здесь указывается, что данные. Мониторинг будет работать всегда, начиная с момента ввода данной. Команды. Вот, второй пример по настройке. У меня приведет к UDP. Ну, в данном случае, опять же, UDP GT, но там можно использовать UDP Echo, UDP GT. Еще сейчас, опять же, в конфигурации уже посмотрим, что будет использоваться. Ну, здесь мы видим, что опять же, IP SLA. Здесь уже у нас другой номер используется, да, первый. Дальше выбираем метод UDP GT, указываем, какой адрес мы будем мониторить. И в UDP уже важно указать, на какой порт мы будем посылать наши UDP-запросы. Вот, также указываем source адрес. У нас 281, там, наверное, 10 был, 11, прошу прощения, 11 адрес. 11 чуть обрезал скрин. Вот, далее, нам необходимо указать, какого размера будут запросы, которые мы посылаем по UDP. В данном случае, размер запроса будет 160 бар. Опять же, указываем время. Как часто мы будем посылать такой UDP-запрос, раз в 30 секунд. Вот, как только настроен данный мониторинг, мы опять же должны поставить его в расписание. В расписание оставим такой же командой, так же он будет работать всегда, пока мы не отключим. И начинает работать с того момента, как мы ввели данную команду. Вот, однако, в данном случае, так как я говорил, UDP есть сложность, что и вторая сторона. В данном случае, это R2, вот здесь вот снизу у меня придет скриншот, опять же. R2 также должен понимать эти запросы, и чтобы он их понимал, нам необходимо настроить команду IP с SLA-респондом. Вот, если мы ее настраиваем, то UDP начинает отвечать без каких-либо проблем. Однако, здесь есть небольшая ошибочка на скрине. Не ошибочка, на самом деле, такая небольшая неточность. По умолчанию UDP посылает запросы в IP SLA на порт 1023, если не ошибаюсь, на 1023. Мы здесь указали нестандартный порт 650051, однако R2 начнет слушать стандартный порт 1023. Вот, поэтому нам необходимо будет еще и в настройках IP с SLA-респондера настроить нестандартный порт 650051. Вот, только в этом случае, да, данный мониторинг будет работать без каких-либо проблем. Вот, иначе R2 начинает слушать совершенно другой порт, и мониторинг там не работает, потому что R2 не воспринимает такие пакеты. Так, они вот считают, что они пришли не к нему. Хорошо, коллеги, опять же, если есть какие-то вопросы, то обязательно напишите в чатик. Вот, я пока продолжу. Далее. По командам просмотр IP SLA, можно посмотреть, что все работает, что не работает, да, и так далее. Значит, проект IP SLA заключается, можно посмотреть там в следующих командах, show IP SLA. У нас всегда будет такая команда. И далее уже по разным настройкам, по разным статистикам. Значит, application, по приложению работает, не работает, сколько пакетов потеряно, сколько не потеряно и так далее. Вот, наша конфигурация, она будет показана, что мы настройки не настроили. Некая статистика по управленным, полученным пакетам, да, там, содержке, времени и так далее. И просмотр по тому, как работает респондер. Респондер – это как раз вторая сторона, да, когда мы, наверное, два настроили, что он является респондером, да, там, можно посмотреть, как он работает. Все ли хорошо, все ли так. Вот еще одна команда, которую я здесь не указал, опять же, из show, это show IP SLA summary. Это есть некая суммарная информация, она также довольно полезная. Она показывает, в принципе, в каком состоянии сейчас находится удаленный узел, как давно он находится, да, как часто происходит проверка и так далее. Вот, и последняя – это команда debug, debug. IP SLA trace и номер SLA. Номер SLA, опять же, мы берем из первой конфигурации, где мы настроили некий шаблон, да, некую настройку нашего мониторинга. По каждому слайду будет свой пак. Так, на слайдике я, опять же, привел просто пример конфигурации, еще один, но уже немножко расширенные настройки. Здесь у нас приведет, опять же, просто обычный SLA с дополнительным настройками. Здесь у нас появился тайм-аут, да, то есть также мы посылаем раз в 4 секунды, тайм-аут у нас в 2. И также включен наш тул, это все вписание. Все аналогично. Вот, однако, здесь я добавил еще одну команду – track. Данная команда позволяет привязать наш мониторинг к какой-либо другой команде. Ну, предположим, у нас есть команда IPROAD на дефолтный маршрут, доступен через 10.1.1.1. То есть этот маршрут у нас доступен, он доступен с административной, по-прежнему, с метрикой 50. Ну, по-прежнему, нет, с административной дистанцией, все, заговорил совсем. С метрикой дистанцией 50. То есть, по сути, дефолтный маршрут, он будет… Вот этот дефолтный маршрут будет облицем муштации, и все будет по нему работать. Вот, однако, к этой команде мы также писали track. Track 1. Track 1 – это некая связка между нашим IPA, то есть нашим мониторингом, и вот этим маршрутом. Вот, почему-то про дефолтный циск мы не можем напрямую задать мониторинг сам к этому маршруту. Так сделать нельзя, хотя, наверное, можно было бы. Ну, сейчас в эти моменты посмотрим, как это сделать, почему именно так сделано. Хотя, вроде, логично, да, почему мониторинг не привязывает сразу к маршруту, зачем нам считать еще одну вот эту прослойку. Вот, однако, не все так просто. Вот, сейчас подойдем. Вот, дистанция 50, и они перевезли track 1. Track 1. Настраивается у нас следующий образом. Команда track 1, вполне логично. Далее, IPSLA 1. То есть мы указали track 1, к нему привязали наш IPSLA 1, вот этот, и указали в Чеберече, что это, ну, вот, а команда начала действовать, если не ошибаюсь, с 15-го его сон, или его сон, а то, как удобно. В версиях до 15-го, это вообще хранит точные цифры. Команда была немножко другая. В утром, то же самое. Просто немножко поменяли это слово, на самом деле сделали более логично, потому что здесь мы сейчас используем IPSLA. Такое, что касается track, да, это коньяка про слэк. Вот, и уже сам track мы привязали к маршруту первому и маршруту второму. На самом деле, вполне возможно, если бы он был настрой другой track, но сейчас тоже это абсурд. Для чего нужен track? Track требуется для того, чтобы принять решение, точно должен ли вот этот маршрут стать активным, когда он поднимется. Это значит, например, по мониторингу. Мы решили, что наш узел по какой-то причине стал недоступен. Ну, то есть у нас мониторился удаленный маршрутатор, по какой-то причине он стал недоступен, IPSLA сказал, что все перешло в down, track тоже перешел в down, и этот маршрут тоже ушел из таблицы маршрутации, потому что track сказал, что данный маршрут больше недоступен. Значит, у этого маршрута больше нет таблицы маршрутации. Вот, однако, через там, группу, 3 секунды, узел поднялся, мониторинг снова сказал, что все хорошо, track тоже поднялся, сказал, что все хорошо, и этот маршрут опять перешел из таблицы маршрутации. Особенно при down, у нас трафик может теряться, потому что наш центр пытается поправить его в тот узел, который недоступен, он по какой-то причине не работает правильно. А то дидрафик начинает теряться. Так вот, чтобы такого не происходило, track нам позволяет подождать там, грубо говоря, какое-то время, там 10 секунд, может быть, 10 минут вообще, прежде чем мы включим вот этот маршрут, говорить, что все down, то up, то down, то up, но track будет всегда находиться в down, и пока не пройдет какое-то время, что все стало стабильно. То есть, если ACMP, SLA говорит, что там все хорошо уже 10 минут, только в этом случае track перелет в up, и вот этот маршрут добавит в таблицы маршрутации. То есть, это немножко повышает такую стабильность. Вот это одно из применений нашего трека. То есть, по повышению стабильности, в случае, если какой-то удлинный узел подвис, или начал дропать какие-то пакеты, и в итоге что-то идет не так. Так, секунду, вижу вопрос. Секунду, я его... А, так. Вот так. Секундочку, сочетаем. Так, мониторинг будет виден только на железе, к консоли, или можно будет видеть через какое-то внешнее приложение, мониторинг можно приобретить, к примеру, в Zabbix, или может какой-то CISC в TIS софт есть. О, кстати, хороший вопрос. На самом деле, что я точно могу сказать, что значение трека точно можно добавить в Zabbix. Для этого есть отдельный AID. по поводу добавления смониторинга, так как слой говорит, работа неврозная. Ну, а трек точно можно добавить в Zabbix. Скорее всего, раз трек можно, то и Zabbix тоже, скорее всего, можно. В Zabbix через AID посмотреть, либо даже не через AID, а можно через трапы. Через трапы точно будет работать. Да, эту точность можно добавить. По поводу Zabbix софта, тут, скорее всего, любая Zabbix железка, не железка, нельзя, но с железкой, любое Zabbix решение будет тоже это мониторить. Тот же самый там Dnate Center, либо если это... Ну, в Zabbix это не особо важно, но Dnate Center, скорее всего, точно это будет мониторить. Она все это тоже покажет в своей консоли. Вот, но в Zabbix точно можно добавить треки. Это я уже проверял, точно работает. Так, надеюсь, я ответил на вопрос. Пока идем дальше. Если не ответил, то допишите, я попозже еще отвечу. Так, значит, это что касалось обычного стандартного маршрута глобальной конфигурации. Да, здесь мы можем также взять треки. Однако, до этого мы работали с роудмапами, где указывают через set next hop, и на самом деле в роудмапе мы можем сделать все то же самое. Также настраиваем нитей мониторинг, заводим его в расписание, привязываем к нему нитей трек. Здесь трек, по сути, зазву логичный, никаких сменей нет. И далее мы заходим в мобап, и при команде set next hop нам необходимо добавить verifier ability, то есть проверять доступность данного узла. Доступность данного узла проверять по треку 1, либо по треку 2. Опять же, треки разные, потому что разные мониторинги, на каждом мониторинге можно привязать только один трек, ну, либо к одному треку можно привязать только один мониторинг. Вот, хотя, нет, по-другому нельзя. Хорошо. То есть на каждый адрес нам нужно будет ввести два мониторинга и два трека. Вот здесь вот 10 и 20, опять же, это просто приоритет маршрута. Да, там 10, одноценивая дистанция 10, одноценивая дистанция 20. Предлагаю сейчас немножко прерваться на консоль, да, и попробовать все это понастраивать, да, включить наш IP SLA. Ну, и как это все будет работать. Схема у меня стандартная, так как была в прошлый раз. Все мы настраиваем на R1. Здесь у меня уже настроен roadmap. Так. Если консоль плохо видно, то напишите. Но я сделаю шрифт побольше, будет получше видно. Если все хорошо, то поставим так. Так, давайте проверим, что roadmap, который здесь был, остался без мнений. Интересно только, Лидия у меня немножко начал притормаживать R1. Он почему-то не хочет быть, работать в консоли сегодня. Ну, попробую уже перезагрузить, он все равно еще тормозит немножко. Так, он все равно давай-ка. Давайте попробую еще раз его перезагрузить. Он довольно быстро должен подняться, может быть, получится немного чуть побыстрее. работать уже очень долго. Так. Так, старт. Сейчас он поднимется там за минутку. Это довольно быстро. И все, да? Похоже, все пошло. Не по плавным. В этом случае, если что, мы сейчас в конфиг скопируем. Наверное. Да, и вставим в другую железку. Так. Так, похоже, что-то у меня прошло совсем не по плану. Секундочку. Сейчас, коллеги, прошу прощения. Что там не так со стендом? А мы перед занятием. Он перестал не отвечать. Ну, то есть, перед занятием я проверил, все работало. Сейчас попробуем переподключиться к стенду. Ну, посмотрим, что работает еще раз. Так. Так, вот вроде начал отвечать. Запускаем R1 еще раз. Да, вот, что-то. У меня F2 немножко подвисло. Ну, надеюсь, сейчас все стало лучше. Да, вроде все заработало. Сейчас немножко прогрузится. Комер-консоль точно стал работать намного быстрее. Так, хорошо. Проверим наш road map, который у нас здесь был. Так, да, ушел road map. У нас здесь настроен road map по access-листу VPC, в который попадает наш 1.1.1.1.2. И все это направляется на 1.3. На 1.3 это муштетер R3. Давайте проверим, что все работает точно так же. Да, никаких изменений у нас здесь не возникло. не боялось. Что-то в связи тоже. В общем, похоже, сейчас пошло что-то не так. Попробуем их вот ночь. Сейчас попробуем еще раз. Что-то станет у нас сегодня подумать немножко. Так. Вот это. Странно. Так. Делаем trace до адреса VPC 4. Адрес VPC 4 у нас только 200. Мы должны здесь следующий хоп. 1.3. А, да, прошу прощения. Перед занятием немножко поправил конфигурацию все-таки в одном моменте сейчас. Да, то сейчас мы пока ничего вообще не увидим здесь. сейчас. Перед затем перезадим. Да, я бы поставил просто единичку, если меня хорошо в целом видно и слышно. Да, это не проблема у меня с каналом, а просто проблема именно со стендом. Какие-то появились. так, пока работает. Нам быстренько про интерфейс е0. 0. И теперь F1.R0. А, пока верну так. Это сейчас нам необходимо, чтобы проверить, что VPC работает. Видимо слышно, ларо подлайки. Давайте так, если буду слишком сильно подлатьивать, это вопрос включить камеру, да, может быть, чуть получше станет. Главное, чтобы было видно стенд и то, что я делаю, все-таки важнее. Так, возвращаемся. Значит, видим, что VPC первый идет через 10.2.3.2. Попробуем, как идет VPC 5. VPC 5 должен идти напрямую на R2, да, потому что здесь путь намного короче, да, все проще, логично и так далее. Делаем так же trace. 200. 0. 0. 2. Вот мы видим, что он идет напрямую на R2. Вот так и вот так. А то есть путь у нас отличается в обоих устройств. Так, давайте настроим теперь IP-слой, чтобы мы могли мониторить канал. если через R3 у нас упадет, VPC, обычный VPC, должен пойти также через R2. Без каких-либо проблем. Настроим все это на R1. Настроить необходимость через IP-слой. Настроим первый. Давайте настроим другой слой. Это я немножко экспериментировал. Возможно, не удалил один слой, который я пробовал настроить. Давайте слой. Какие варианты мониторинга у нас здесь есть? Как говорил, это ACMP-эхо и UDP-эхо и UDP-джитер. Плюс, кстати, ACMP-джитер мы тоже можем настраивать. Но, опять же, вот эти ACMP, это не самый лучший мониторинг, как говорил, он может дропаться на устройствах, потому что это не приоритетный трафик. Помимо этого, как видите, здесь можем мониторить CPU-сессии, различные пути, опять же, это будет по ACMP. ACMP, опять же, не самый лучший вариант. DNS, THCP, то есть, довольно много мониторинга у нас здесь доступно. Давайте сначала настроим ACMP-эхо, так как один из самых простых вариантов. данным, нам необходимо указать адрес destination. Мы будем мониторить R3. R3 у нас доступен по адресу 10.1.3.2. это адрес R3. Далее, нам необходимо указать source-интерфейс либо source-адрес. Я привык, в принципе, более логично указывать все-таки source-IP-адрес, потому что интерфейс все-таки чаще всего больше на P2-пилингах, у нас есть не P2-пилинг, и поэтому укажем IP-адрес 10.3.1. Далее все. Проваливаемся в настройке именно ACMP-эхо, и здесь мы можем настроить следующее. Можно настроить размер пакетов, можно настроить тайм-ауты, как долго все это будет передаваться, как часто и так далее. Вот здесь пока что ставим в тестовых целей, это будет достаточно. Дальше необходимо включить все это в расписание, поэтому IP-слей что номер слея додаем сколько времени он будет работать lifetime всегда. Давайте посмотрим какое вообще время. Мы можем указать в секунду сколько будет работать, по умолчанию это 3600 секунд, это 1 час, либо можем настроить просто всегда. следующее, что требуется указать это когда начинает работать данный мониторинг. Опять же, мы можем указать какое-то случайное время, но это нужно более что для хозяйства, я даже не знаю, чем это нужно, ни разу не стало таким. Либо можем указать какое-то время, минутах, секундах, либо после какого-то действия, когда включился BGP, мы должны начать мониторить что-то, либо мы просто должны прямо сейчас начать это мониторить. давайте включим. Я же двоечку IP слайд 2 включил. Сейчас, секундочку. IP слайд 2. Все. Посмотрим, что это заработало, мы можем через команду show IP слай и summary. Вот наш мониторинг, последний именно двоечка, первый здесь остался, но пока не будем его геновировать, просто смотрим на второй. Второй опять же мониторит через SMPH наш 10.1.3.2 да, он на состояние окей и последний раз запускался мониторинг 10 секунд назад. Вот, он сегодня работает каждую минуту, да, запускается мониторинг. Так, он все работает. Давайте настроим некий трек, который мы привлажем уже к нашему маршруту. Так, что все так, контент, настроим трек, трек, можно настроиться писать на любой номер, настроим по SLA, чтобы просто не путаться какой у нас SLA и так далее. Так, трек, IP, SLA и второе SLA мы привязываем. Указываем, что правильно доступность. Провалились на треке трека, посмотрим, что здесь мы можем настроить. Дефолт состояние, насколько мы будем в этом ну дефолт состояние имеется в виду, что в случае, если не включен SLA, не включен мониторинг, либо он перенастраивается, то мы находимся в фон состоянии либо папе, и маршрут доступен, просто не мониторится, либо он выключен вообще, потому что он не мониторится, и зачем он активный, если что-то случится, то все будет плохо. И можем задержку. Задержка это как раз то время, которое мы ждем с момента включения мониторинга. То есть если мониторинг, например, заработал, и вот здесь у нас окей, держится 10 минут, то трек переходит в состояние ап, после вот этой задержки. Здесь как раз должны установить все. Опять же оставим пока что в стандартных настройках. Последнее, что мы осталось сделать, мы настроили трек, настроили мониторинг, нам нужно привязать все это к нашему roadmap. Так, сейчас я чуть-чуть промахнулся. Просто в зоне скопировать, там не ошибся. Питца довольно длинная. Roadmap permit 10. Заходим сюда и убираем команду set без мониторинга. No set делаем и обратно возвращаем эту команду, но уже с включенным мониторингом. Так, чтобы все заработало, нам надо вписать его вот здесь. Вот, давайте по подсказочке посмотрю, здесь не только не той клавиши, удаляю текст. так, что-то у меня опять подплати в этом. О, легко. Так, на скоп. Есть, что мы здесь можем. Здесь как раз нас доступно verify, 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 verify. Так, verify, сейчас, пожалуйста, просто так, и после проверьте, надо указать адрес мэкс-хопа. Адрес на хопа опять же указываем в каком порядке он будет работать. Можем указать при корея 10, опять же, и в конце нам необходимо указать трек. Трек у нас 2. 2. Так, На самом деле, чтобы все работало корректно, нам бы в идеале настроить еще и трек в сторону R2. Пока что не будем это делать, настроим только один. По сути, по умолчанию, если вдруг вот этот канал недоступен по данному треку, то этот маршрут падает. В ротмапе у нас больше нет других путей, здесь только один путь был, то все должно начать работать по стандартной таблице у нас дефолтный, не дефолтный, а маршрута 200, настроен через 10.1.2.2. Это все должно пойти на R2. Давайте поверим еще раз, что SLI доступен, то есть работает, находится состояние Up, вот Окей. Давайте попробуем сделать что-то, что придет к поломке. Сначала на R1, предлагаем не на R1, а на R3. Давайте отключим интерфейс E01. Спекая вперед, отключение интерфейса на E01 никаким образом не отключает интерфейс E01 на R1, потому что это FNG, здесь всегда интерфейсы находятся в папе, не важно, что на другой стороне. Поэтому, отключив этот интерфейс, мы, по сути, отключаем длинное устройство, имитируем некую поломку на нем. Вот, что в это время? Надо у нас стандартный таймер, на самом не очень может, стоило их поменять, долго будет. Хотя вот уже видим, что сейчас посмотрим, и слей summary видим, что ушел тайм-аут, то есть это не работает, через команду шел track, track опять же summary summary, прошу прощения, по-моему, brief, команда brief. Мы можем посмотреть, что да, находится any town наш сосед по IP slay2. Давайте посмотрим, как теперь пойдет vpc, до этого он шел через третий, посмотрим, как будет работать теперь, мы видим, что все заработало через h2, то есть наш трек отключился, перешел данный link в состоянии down, но по нашему треку, и все, направился на r2. Вот, если бы мы не настраивали трек, roadmap не понял бы то, что данный интерфейс больше не доступен, потому что если мы посмотрим show IP интерфейс brief, то мы увидим, что интерфейс E01, который в сторону r3 работает, E01, он находится в API, он находится в API, значит, roadmap считает, что данный узел доступен, и может посылать интерфейс трафик, в итоге трафик у нас начал теряться, потому что интерфейс в API, roadmap ничего не понимал, хотя r3 уже не доступен, никаких здесь работающих каналов нету, таким образом через track мы настроили автоматическое приключение на другой канал, опять же, в идеале сделать это на два канала, потому что этот канал тоже может не работать, так же, как и этот канал, туда все должно пойти через r3, в целом, по нашей динамическому ситуации, в данном случае это будет работать и так, но опять же, мы рассматриваем некую ситуацию, когда мы с провайдером работаем, pgb у нас здесь нету, а у нас есть только некая статика, по статике r1 ничего не будет знать о том, что там есть r3 и так далее, ну, опять же, дефолт самошут оставать. Так, хорошо, есть ли вопросы по ipsoa и по track, как все это мониторится, если вопросов нет, поставьте нолик в чат, если есть вопросы, то напишите обязательно туда же, так, конечно же, подожду минутку и перейдем к последней, заключающей теме, на нет от нас. Так, ведь пока думайте над вопросами, так, ранее, да, в чате я скидывал ссылочку, опять же, на тупе, на все случае, продублирую еще раз в чате. Это ссылочка, опять же, на один из наших открытых уроков, там мы разбирали NAT довольно подробно, смотрели там встать, вички NAT, NAT динамический, рассмотрели PAD, поэтому в данном занятии мы прям сильно углубляться в NAT не будем, да, мы посмотрим больше на его настройки и как его настраивать при road map, когда у нас не при road map, даже при PBR, потому что здесь некие сложности, либо нити нюансы, так же так назовем, но сложности на самом деле не очень-то много. Вот опять же, забегая вперед, скажу, что данную задачу с NAT можно решить разными способами, мы рассмотрим только один из них, но есть и другие способы, может быть, они более логичные, может быть, более простые, хотя, на мой взгляд, они одинаковые по сложности и по сложности настройки и по их логичности. В любом случае, сейчас все рассмотрим, вопросов я не вижу, поэтому давайте перейдем к самому NAT опять же, как я сказал, разбираем чисто с практической точки зрения, в теорию не углубляемся, но если есть какие-то вопросы, то обязательно напишите в чат. Стандартная таблица NAT, когда мы делаем даже не NAT, давайте назовем это PAD в данной ситуации, ну и в принципе исключающийся плат на каких-то офисах, небольших, когда у нас нет автономной системы либо нет кучи адресов, вот практически во всех ситуациях, когда нужно выйти в интернет, мы всегда используем плат, то есть порт, адрес, транслейшн. Мы транслируем в один адрес все наши внутренние адреса. В моем случае у меня есть не очень может быть удачный пример, потому что у меня везде один и тот же адрес используется, но в целом все это будет разное, адреса, но будут все они в один внешний транслируются. Что в данной табличке мы видим? У нас есть четыре поля, ну точнее четыре, даже шесть, прошу прощения, пять полей. Первый поле это протокол, в моем случае это ACMP, но опять же здесь будет появляться ACMP, UDP, TCP и другие протоколы транспортных, которые вы будете использовать. Далее указывается Inside Global. Inside Global это адрес клиента в нашей локальной сети. То есть это серый адрес, который мы должны провести через 11. Далее указывается поле Inside Local. это тоже внутренний адрес, точнее, не внутренний, а внешний адрес нашего мышцедра, который выполняет именно в этот адрес, в нашем случае 100-100-100. Прошу прощения, я заговорил со всем. Еще раз, Inside Global это адрес внешний на интерфейсе, который смотрит в интернет на нашем роутере. Inside Local это адрес нашего клиента, который мы должны пронатить из адресации я немножко спутал, вообще немножко нелогично в этом случае, но опять же не страшно. Далее, Outside Local. Это Outside Local и Outside Global в наших случаях практически всегда одинаковые адреса будут. Это адрес удаленного сервера, куда мы хотим обратиться через NAT. Занес мысль, опять же, сейчас посмотрим, может, в консоли, как это работает и что мы получаем. Это не знаю, что-либо интерфейс мы можем с любого интерфейса в любой интерфейс и как-то как угодно передавать. Поэтому адреса у нас будут здесь все одинаковые. Адреса могут одинаковые, хотя мы можем сразу с фейсом. Знаете, посмотрим, как это еще немножко теории, но теория, примешанная с практикой. Из-за того, чтобы настроить NAT, нам необходимо указать, какие интерфейсы на устройстве являются внешними. Занес через команду IP NAT outside на тех интерфейс, которые являются внешними и указать внутренние интерфейсы, которые смотрят в сторону локальной сети, где находятся наши локальные клиенты, пользователи и так далее. Через команду IP NAT inside. Заходим на этот интерфейс и указываем, что этот интерфейс относится к внутреннему или к внешнему. После указания внутренних внешних нам необходимо настроить сам NAT. Есть два основных способа настройки NAT. Первый. Мы можем найти наш трафик в адрес интерфейса. Выглядит это следующим образом. Мы указываем стандарт настройки NAT, IP NAT inside source, название и указываем интерфейс и тот интерфейс, который мы будем найти. Мы указываем, что это будет PAD, то есть это будет порт адреса Translation. Конечно же, мы должны создать и сам access list, в который будут попадать наши клиенты. Внизу опять же приведем примерно строить данный access list. Используется стандартный access list. Здесь расширенный в расширенном access list нет смысла абсолютным. Хотя, опять же, можно рассмотреть разные ситуации. Но чаще всего это именно стандартный access list с указанием источника IP-пакета. Второй способ указания NAT это тоже один из самых распространенных способов это указание через пул. Для этого нам необходимо создать пул адресов, в которые мы будем найти. То есть, это внешние адреса. Опять же, через команду IP NAT пул, название пула и адреса, в котором будем найти. Это может быть один адрес, то нам должны указать начальный адрес и конечный адрес. Это может быть несколько адресов, указываем первый адрес, и последний адрес. Это диапазон любого по десятого и необходимо указать маску либо длину префиксов. Я здесь указал 24-ю маску маску. В целом это не критично. Далее, все так же настраиваем само правило NAT уже через IP NAT source list также название source list там. Но указан уже не интерфейс, а pool и название pool. Если это pad, то также необходимо указать urlout, указав, что это port адрес translation. access list конечно же мы также создаем без каких-либо вопросов. И проверить работу NAT конечно же можно через команду show IP NAT statistics здесь покажет сколько портов заняли, сколько на трансляцию у нас содержит таблицы, какие у нас внешние интерфейсы, какие внутренние и так далее. И show IP NAT translation покажет нам таблицу NAT таблицу NAT я вот здесь как раз привозил ее как раз команда show IP NAT translation. И вот наша таблица NAT Давайте конечно же попробуем все это настроить. Сейчас скажу, я буду настраивать по первому способу в интерфейс, просто мне чуть поближе. Хотя можно настраивать и hspool, проблем здесь тоже не должно возникнуть. Настраивать все это мы будем конечно же на R1. Но при тем как это настраивать я чуть-чуть изменю конфигурацию. Чтобы у меня сейчас были все доступные устройства у меня везде настроен uspf просто просто сейчас у нас uspf должен работать только вот здесь вот это все должно найдется в адрес мушкетра R1. Чтобы все работало уберем uspf на интерфейсе E0 E0 E0. 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 Теперь у меня trace с EPC должен был сломаться. Все сотые и все дальше у нас ничего не идет потому что uspf отключили никто не знает как нам ответить. Прежде как продолжить я включу можно на R3 интерфейс E0. 1 чтобы все сработало E0. 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 Сейчас он должен сработать SLA он должен обнаружить что линк поднялся на R1 на R1 скорее всего будет лок об этом хотя это же не факт настроен ли лок то есть pf у нас поднялся пока не поднялся сейчас какое-то время будет еще один запрос появился лок что SLA перешел в app и скорее всего track тоже находится практически сразу 3 секунды прошло ну и конечно же теперь запросы от VPC должны писаться на R3 так писаться они туда не будут потому что у нас не работает NAT давайте настроим NAT и перед этим сразу же укажем какие интерфейсы у нас являются внутренние и какие внешние интерфейс E0 является внутренним сейчас положим какое-то время на образах бывает притормаживает когда первая настройка по NATU происходит бывает довольно долго думает он может быть блок но какие-то процессы происходят при задании надо то есть там сайт интерфейс NV i0 задает адрес и так далее отдаст эту связь в планете может чуть-чуть перераблаживать ну сейчас должно уже скоро наверное еще секун 10 надеюсь все отличало вторым интерфейс уже без каких-либо проблем добавить 1 и интерфейс E03 E01 E03 немножко образ опять начал притормаживать R3 совершенно нормально так но в этот раз что-то и FNJ у меня совсем тормознул так еще раз промок не включится R1 тянул за собой все не хочет сегодня работать хожу еще раз 1 еще раз вот сраб включил ок указываем что это IPNAT outside interface inside interface inside interface не хочет не хочет работать type inside сайт source на нем не очень непросто убивать команду когда притормаживает так вот как Укажем интерфейс E01 Потому что VPC должен выходить через E01 Укажем, что это будет пат, то есть это overload Хорошо, клеить ее Вопрос У нас есть два интерфейса На VPC должен выходить через оба В вашем случае проблемный R3 И должно пойти через R2 Однако, если мы в частный R1 возьмем и укажем то же самое Но для интерфейса E03, например Вот здесь поменяем На троечку Последняя команда перезатрет вот эту команду И работать это не будет, конечно же Потому что будет только одна трансляция с одним интерфейсом Вполне логично, что нам надо также создать еще и второй NAT-лист Одна от ISP Что ж так Одна от ISP 1 Давайте я попробую включить камеру Возможно Из-за нее может как-то притормаживать Может Со мной уже Насмотрелись Да, может быть так чуть получше будет работать Может быть Конечно, за это вообще не мешает Да, может быть и нет Потому что радио себя не тормозит Вот Теперь у нас получилось две разные записи Погнать Если мы посмотрим То тут будет две записи Да, вот они отличаются Если мы настроили с одним интерфейсом С разным интерфейсом С одной и той же записью Аксесс-листа То первая запись бы удалилась Получается, что надо теперь сделать два аксесс-листа Первый аксесс-лист Я же стандартный NAT-ISP Который будет разрешать себе адрес Сто Десять Это адрес Клиента Я даже укажу Не клиента Это Все сети Потому что у нас же есть еще ВПС-5 Который тоже должен выходить в интернет Укажем Пермит Всю эту сеть И все это находится в Аксесс-листе NAT-ISP Который идет через Е01 В целом у нас должно уже Наверное что-то работать ВПС уже должен Смотреть обратиться куда-то И да, мы видим, что он куда-то обратился У нас что-то прошло На третий прошел Через третий прошло все Давайте проверим, как работает с ВПС-5 ВПС-5 тоже Попал в наше правило ВПС-5 тоже попал Здесь никаких проблем нет На R2 Через R2 трафик прошел Давайте проверим, какие у нас Трансляции появились Ой, пошел IP Трансляции появились на R1 И что мы здесь видим Что и Что ВПС-10 Да, вот он, 10-й адрес Пронатился в адрес 3.1 И ВПС-5 Тоже пронатился в этот же самый адрес Да, то есть то, что ВПС-5 Пошел на R2 Для НАТО совершенно не важно Да, он пронатился в адрес Интерфейса E01 Вот, хотя у нас все заработало Потому что И R2 прекрасно знает, что Вот этот адрес находится за R1 Поэтому он ответил В данном случае Да, прошу прощения Так Вот так обновилась информация Так, надеюсь, что да Потому что Теперь должно все хорошо работать Да Так, еще раз Мы добавили Аксесс-лист Давайте еще раз Да, вот этот аксесс-лист В НАТО-ISP Который привязан К интерфейсу E01 В E01 У нас уходит в сторону R3 Сюда в этот аксесс-лист Попадает два наших хоста VPC и VPC-5 Оба они найдятся в 3.1 3.1 Это адрес интерфейса E01 При этом У нас что с VPC Прошел трафик на 3 Что с VPC-5 Трафик тоже прошел Хотя через R2 А в целом Как бы все хорошо До тех пор Пока у нас работает E01 В случае, если E01 Перестанет работать Давайте умеем Такую ситуацию Что упал линк Может быть провайдер Может быть что-то еще Да, там его как-то отрубили В общем, он пришел в состояние shutdown Пробуем сделать Опять же trace И trace у нас уже не прошел Потому что что-то у нас недоступно Это на VPC-инг Это должен был пойти на R3 Давайте проверим Что у нас с VPC-5 В VPC-5 тоже пристал работать Да, все, ничего не найдется Вполне логично Интерфейс в дауне Наши сети так нету Ничего не работает Логичное поведение Поэтому давайте зададим Еще один аксесс-лист Который уже будет привязан Ко второму Интерфейсу SP-1 Здесь мы также укажем Ту самую сеть В целом опять же Все должно заработать Давайте проверим С VPC-5 С него точно все должно работать Но этот счет не работает И с VPC тоже не работает Хотя вот VPC-5 точно должен был работать Потому что он-то идет через R2 Он идет вот так вот На коммутатор, на R1 И потом уходит на Расскрещение Уходит на R2 В какой-то линк Что же не работает Давайте проверим Show Show EPNAT Translation Видим, что у нас Не появилось новых трансляций Не появилось новых трансляций Давайте проверим Попал ли R5 в access-лист NAT ASP-1 Он даже не попал сюда То есть у нас В рейс-сознанном access-лист Он совершенно такой же Как и NAT ASP Но Почему-то в access-лист Он не доходит Почему-то он не надется Если идея Почему-то так работает Может где-то я ошибся Конечно Если хотите конфигурации Нужно провести То напишите в чат Я покажу Все конфигурации Access-лист привел Давайте я также Открою NAT Сейчас попробуем Вывести Так НАТО Аналогично Для Вывести Интерфейс Просто Разные access-листы Разные access-листы И больше В общем-то Ничего не отличаются Давайте попробуем еще раз Трафик с vpc5 Но vpc5 Это точно нужно работать Ладно, там vpc vpc2 Когда упал трек Да, он упал Здесь я видел Лог Сейчас Упал трек Значит, упал интерфейс Тогда vpc2 vpc тоже должен уплатить Сейчас vpc2 И тоже все должно было Пронатиться Да, вроде как Но Трафика все еще не ходит Да, все еще Все еще Dissnation Unreachable Если глядите Если глядите Идей нет То поставьте Минус в чат Чтобы просто Не ждать Вариантов Я просто расскажу Попробуем Попробуем Найти проблему Да, может быть Может быть Где-то она еще И быть Что-то вроде не так Так Идеи Сколько я вижу Пока нету Тогда давайте проверим Кошелки на translation Видимо У нас освободилась Таблица на трансляции Давайте делаем Trace А Trace все еще Не работает Нужно было сработать Хлеб Сделаем очистку На трансляции Хотя Почему Томпе Что Она пустая Всяких случаев Вдруг что-то Где-то осталось Непонятно Кем Что-то не работает Найти проверять еще раз Как у нас все работает В интерфейсе Е03 Через аксесс-лист Нат-асп1 Давайте проверим Что у нас В этом аксесс-листе Шоу Шоу Аксесс-лист Мы видим Что точно такая же Настройка Как и В первом случае Нат-асп Здесь все без каких-лик проблем Шло Все в порядке Вот хотя Ни разу не попал Ни один пакет Вот если мы сделаем Еще раз Стрейс То Почему-то пакет Попадает вот сюда Вот Кстати да Заметили что Первый аксесс-лист Но никак не во второй Нат-аспопал сюда Но не сюда Интересная ситуация А с чем это может быть связано Во-первых В том что они идут в порядку Это самое очевидное решение Что данные настройки Идут просто в порядку Поэтому все идет По первой Нат-трансляции Попадает сюда Интерфейс 0.1 Не работает Потому что мы его отключили А до E0 Даже не доходит Потому что Здесь же сработало правило Хоть и не получилось Еще сделать Вот поэтому И не работает Наш Нат-трансляция Вот это Одно из самых первых Очевидных Наверное Мысли Которые могли прийти Давайте сделаем еще раз И увидим Ну вот Теперь у нас 74 Да Было 68 Теперь 74 пакета Попало в первый Аксесс-лист Давайте пробуем Это исправить Чтоб такого не было И настроим Нат-трансляцию Немного По-другому То есть не Нат-трансляция А наш аксесс-лист Мы настроим Его через Роудмап Укажем Роудмап Названием Не будем Просто Нат Давайте укажем Давайте так А-рм Нат Чтобы было понятно Что это именно Роудмап Нат-исп И здесь мы укажем И наш аксесс-лист Который мы задали Для наших клиентов Для первого Укажем Нат-исп Когда стоим второй Мы укажем другой Аксесс-лист Роудмап Привязали сюда Аксесс-лист Сделали пока Аналогичная работа Но мы также Добавим еще и второе Правило Дометч У нас должно сработать Два шаблона Метч И интерфейс Мы должны еще Проверить интерфейс Через который Пойдет трафик Интерфейс Для исп1 У нас Весь трафик Идет через Е01 Е01 Так указан сюда Теперь выходим Из этого роудмапа Я создам сразу Второй роудмап Чтобы потом Просто не возвращаться К этому моменту Рем Нат Сп1 То есть Так же как И аксесс-лист Укажем Так же делаем Через match IP-адрес NAT ISP 1 Да Тот же Самый аксесс-лист Привязываем Потому что Я промахнулся Метч Условия Так Секунду Р1 Прям не хочет Работать Сегодня Сейчас он Немножко Отвеснет Так И так же делаем Привязку К интерфейсу Интерфейс Е03 Только Да Уже второй интерфейс Е03 Выходим Отсюда И после Этого Мы убираем Наши правила Трансляции Которые у нас Здесь были До этого Первое правило И Второе правило Далее Создаем Новый правило NAT SIZ SOURCE И здесь Можем указать Roadmap На Roadmap А не Аксесс-лист Указано Название Нашего Roadmap RM NAT ISP Это Первый Делаем Также Через Интерфейс Е01 И для Второго Мы делаем То же Самое Только Для E03 Интерфейса E03 Интерфейс И указываем Другой Roadmap Второй Дал Уже Так SP1 Ковром Взял Еще раз Trace И теперь Мы видим Что VPC Заработал Заработал Мы проверим Show AP Access List То У нас Попал Первый Мэтч Первый Наш Аксесс-лист Который Не работал До этого Попробуем Сделать Trace VPC 5 Он Он Заработал Если Посмотрим Аксесс-лист То Мы увидим Здесь Новый Мэтч Мы Не увидели Почему-то Мэтч Включаем Интерфейс E01 Обратно Интерфейс Включится Так Интерфейс Прошел Вамп Сейчас Поднимется Трек Вот Прошел SPF Отработал Сейчас У нас Выявится Сообщение Что Трек Поднялся И протестируем Еще раз Наш NAT Проверим Пока что В NAT Трансляциях Show Open NAT Translation Мы здесь Видим Что у нас NAT Пока сработал Только на Интерфейсе E03 То есть 2.1 Который смотрит На сторону R1 Прошел Так Трек Пока не поднялся Шоу Трек Брив Здесь пока что В дауне Он 10 минут назад У нас Упал Сейчас SLA у нас Поднимется Шоу Слэй Самбри Вот Этот Должен Подняться Он Пока В таймауте Надо было Немножко Поднастроить Время Но В любом случае Это Алпотей Трек Тоже Видим Поднялся И проверяем Теперь Еще раз Секундочку У нас Должна Была Остаться Вот Трансляция Осталась Да Вот она Есть И теперь Делаем Trace И вот она Работает через R3 При этом R5 Без каких-либо Проблем Точно Тоже Работает Через R2 Теперь у нас Работают Две Трансляции Без проблем Потому что Мы еще Начали проверять Исходящий Интерфейс И только В этом Случае Мы найдем Уже В тот Длинной Адрес Еще раз Они никак Друг друга Не перезотрут Проблем Не будут Да Поэтому 1sst Здесь вообще Лишний Можем Также Использовать Над ASP И здесь Над ASP Он проверяет Разные Интерфейсы Для каждого Акцесс-листа Для каждого Робмапа Свой Исходящий Интерфейс Это Исходящий Интерфейс Все Работает Над Рейс Работает В одну Сторону В вторую Сторону И давайте Попробуем В последний Момент Сделать Проверить Что Все Точно Работает Это Отключить Интерфейс И 0.1 Сейчас У нас Упадет Трек Упал SPF При этом Можно Показать Что у нас Трансляции Остались Все еще Трансляции Остались И для 2.1 И для 3.1 Все есть Делаем Трейс С ВПС Он Практически Мгновенно Переключился То есть Ружье Пошел Через Р2 Над Работал И на ВПС 5 Все Тоже Работает Без проблем Все идет Через Р2 То есть Над Не тормозит Как Это было Вот здесь В первых Разах Когда мы Не проверяли Исходящий Интерфейс Особенно Здесь Особенно Хорошо Видно Все Работало Потом Перестало Работать Сейчас Все Работает Без проблем Ну и Трек Хорошо Глядь Есть ли Вопросы По Такой Настройке По такому Решению Данной Задачи Как я говорил Вначале Есть еще Решение Мы можем Настроить Различные Скрипты На мушчат Чтобы он Сам Сбрасывал На трансляции На табличку На трансляции Потому что Наши на трансляции Идут по этой Таблице И здесь Что-то может Не работать Именно из-за Это Поэтому Можно еще И по-другому Решить Пока Такой вариант Не рассматривать Если вопросы Есть Напишите Пожалуйста В чат Если вопросов Нету То поставьте Пожалуйста Нолик В чат Чтобы тоже Не ждать Не тратить Время На это Если вопросов Нету То В чат В чат Я отправил Ссылочку На опрос Также Попрошу Обязательно Пройти Вот Можете Написать По Дальше Не можете А Прошу Написать Некий Отзыв По Данному Занятию Плюс Если Возможно Опять же Некий Отзыв Либо Комментарий К курсу Который Вы Хотели Чтобы Вас Устро Привлекло Или Не Привлекло Вот Так Большой Текст В чате Сейчас Считаем Так Вот Так, очень хороший вопрос, да, вторая часть, по задаче, надеюсь, я правильно понял, да, что требуется, так, по поводу закончить курс интенсивным, в принципе, вы можете, да, то есть материалы, занятия, мы стараемся прикладывать намного заранее, чем само занятие, это можно, да, то есть плюс вы можете работать над проектом, ну, уже начиная там с первых занятий, да, как вы пришли на курс, вы можете начинать работать над своим проектом, который будет неким завершением вашего курса, просто пойдет вам в портфолио, конечно же, да, ну, и, да, сразу какое-то ощущение, что если проект будет идти с какой-то сработой, то это будет лучше, да, потому что, во-первых, мы сможем забрать некие ошибки и проблемы, да, и вы придете уже с готовым проектом, да, там, заказчику, либо куда-то еще, вот это будет, конечно, удобно. Так, можно рассчитывать на помощь, помимо программы курса, да, конечно, вы можете писать вопросы по любой теме, ну, опять же, технически, да, имеется в виду, по курсу, вне курса, да, может, какие-то материалы нашли, поэтому спросили, проконсультироваться, это без проблем, абсолютно любой преподаватель вам подскажет, поможет не только в рамках курса. Вот, надеюсь, ответил на вопрос, да, если что-то еще требуется, то опять напишите в чат. Так, хорошо, я в целом больше не вижу вопросов, тогда предлагаю на сегодня заканчивать, на самом деле, спасибо вам за вопрос, да, и за некий комментарий. Вот, остальное, конечно, всем спасибо, да, что сегодня присоединился, отдельное спасибо тем, кто старался активно участвовать, да, и отвечать на вопросы, да, и дополнял на некий рассказ. И тогда всем хорошего вечера, да, или дня, кого как, вот, и увидимся уже на курсе, либо на следующих открытых мероприятиях, конечно же, тоже приходите. Все, всем спасибо и удачи, пока. Продолжение следует...